Девушки отдыхают 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 Вот этот груз такой, грамм ДА-30-40, да? И прищепка, обыкновенная прищепка, тюль, которую раньше пристегивали. Так раз и через вверх клюшок. Промерить глубину, прицепляете, опускаете, знаете сколько здесь глубина уже. Самая точная. Самая точная глубокомер. Не надо никаких эхолотов, рыба здесь есть, мы это знаем, вон уже поймали. Ну продолжаем бурить, не буду я долго разговаривать, мы бурим. У нас здесь небольшой мотобурчик и мы делаем лунки. Добежали бы до Николая, Николай раньше увидел подъем. Вот кстати из-за таких черных вот жерлиц, Николая еще называют черный Родзер. Ага, не буду я мешать. Не взяла? Бросила значит. Бросила, ну была сработка, то есть не успели мы разместиться, расположиться. Сколько здесь, метра три-четыре, да? Три с половиной. Три с половиной метра. Жрец у нас там чебачок. Да. В общем-то, сейчас будет хватать. Будет? Будет. Ну раз Николай сказал, просто все говорят о том, что Николай здесь местный щукарь, он знает где щука. Но честно сказать, вот уже... Ага, нет, пока, просто не разговаривает, я думал там тоже сработка. То есть вот уже клюет постоянно, мы даже не успели себе еще лунки сделать. Вот, а Николай уже здесь все расставлено. Да, вот это все расставлено. Все уже расставил, все у него уже ловится, клюет, щука есть. Ну и мы тоже пошли ставить жерлицы и ловить щуку. Бросила, ну вот это первый подъем. У Саши он еще не успел выставить жерлицы. Бросила. Бросила. То есть, ну вот заодно мы сразу воспользуемся случаем и посмотрим, что тут у Саши за снасть такая. То есть это тройник, живец карасик маленький, 20-30 сантиметров это оливка. О, грамотная оливка такая, чтобы леску не резало. Видите, здесь вот ниппель с пластиками, вставками, чтобы не резало леску. Леска, наверное, 0,25, да, я вот? 0,3. 0,3? Ох, нифига себе. Без всяких поводков. И сразу туда, давай, опускай. Да, просто у вас здесь завязано 2. То есть, ты как бы с зубами, да. Понятно. Ну, хорошее дело. Вот. И мы видим такую вот самодельную. То есть это какой-то пластик, да? Да, это используется для окон. У него внутри пенопласт и лунка не обмерзает. А, утеплитель такой. Он не пропускает, да, тепло. И мы видим... И используется при монтаже пластиковых окон. Все ясно. Значит, это у нас катушка, да, с которой он стягивает дырочка. Вот так укладывается сюда, вот на резинке, вот на пружинке. Вот такой флажочек здесь вставляется леской. И когда щука дергает, у нас флажок срабатывает. Мы бежим, орём, кричим, прибегаем, а тут раз и выплюнуло. Вот такая нехитрая самодельная жерлица у Саши. Примерно вот так вот, да? Вот она все готова. Все. Она еще, кстати, пронумерована, да? Номер 7. Все четко. Все пронумеровано. У нас все точно. Так сказать, для ведения статистики. Понятно. Какая больше срабатывает. Ясно. Все, и пошел Александр. У нас пошел. Молоток у него вылетел по дороге. И он пошел устанавливать жерлицы. Мы тоже пошли устанавливать. Так, есть, 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 есть. Наконец-то, вау! Вот она, выплюнула жерлица даже. Ну, не очень крупная такая. Ну, сработала, да? Наконец-то Коля достал ее здесь. Если нет, две сработки же здесь было, по-моему, да? Вот. Ну, мелковатая эта щука. Но все равно более-менее. Так, ну, пользуемся земником. Открываем. Видно, что... А, выпал даже. Раз и выпал. Все. Готово. Так, сейчас нового свежего оживца. На этой же будешь оставлять, да, Коля? Вот, под спинку тройники использует Николай. Под спинку так вот прокалывается. Все. И живет пошел ловить щуку. А мы пошли проверять свои жерлицы. А ребята у нас что-то затихли в палатке. То кричали, бегали, то сидят тихонечко. А вам прикормку закинули хорошую. Крупные, даже обрывы начали. Я вам открою секрет, товарищ рыболов. Вы видите прикормку? Подошел Саша. Дай, говорит, мне тоже прикормки. А что-то, говорит, у нас там как-то скучно. Дали ему прикормки, он прикормил. Прошло буквально полчаса. Что-то у них тишина, тишина в палатке. Вон оно что. Они, кажется, прикормили сейчас и сидят. Хитрые, мудрые. Да. Клюет, клюет. Вот, ага, понятно. Да, вот. Хорошая прикормка работает. Хорошая мерная платва. Да. На мормышку муравей, насколько я помню. Да, муравей. Даже окунь, да, проскакивает? Да. Так тут еще и... Подлещик. О, подлещичек. Такой небольшой. Прикормка же у него. Прикормка, официальная. Нам чебак, подлещик. Ну, что можно сказать? Пока жерлицы не клюют, ребята, вот здесь... Чебаком развлекаются. Да, развлекается чебаком и сопутствующие рыбы. Обрыв даже пришлось. Да, перевязываем. Там, где там у нас... У Саши там и клюет, и обрыв. Пока... Пока тут вяжешь, тут клюет. Ну, из личного опыта могу сказать, что ребята, вот сейчас побросали, еще осталось, да, там... И так мы сейчас, бросай ее, лови ее, доставай, да. Как клев прекращается... О, ну, понятно. У вас здесь, это, микролифт, вы в четыре удочки. Да. Вам стало весело? Не успевает, кому надо одну бросать. Понятно. Вот что делает прикормка животворящая. Да. Ну, и клевать перестанет... Три тысячи... Как она? Три тысячи зимние. Это... Айсишинг. Сенсос французская. Ну, я всю зиму как бы использовал. Классная штука, мне нравится. Заметили. Записали. Ладно, мы пойдем живцов менять на жерлицах, пока ребята здесь развлекаются. Да. Идите. Что тут даже делать-то? Вот это он левый. Еще сработка у Николая. Мы сразу кану ему принесли. Вот здесь очень важный момент. Выждать, не поторопиться. Потому что можно просто сейчас дернуть, подсечь. Вот, вот, вот. Есть, есть. Аааа. Ого. Нифига себе. Вот это да. Охуй, представляете? Вот это да. Это большой здоровый окунь. Вот мы посмотрим. Он заместо щуки, представляете? То есть у него во рту чебак. Представляете, как вот... Это же надо столько жадности у рыбы. Что с такой здоровый... Такой здоровый... Я уже не вытащил... Нет, вытащил. Представляете, вот такой вот чебак и вот этот окунь. И он живой еще, чебак. И окунь клюнул на жерлицу. С полным брюхом. Хороший, приличный. Вот такая она ловля на жерлице. Бывает, что вместо щуки вот окунь. Но еще бывает, что окунь, он дает сработки, а подсечь его невозможно. Но здесь в данный момент... Вот Николай все-таки выждал, выдержал паузу. Дождался, когда этот окунь заглотнет подальше, поглубже. И подсек, и его достал. Вот и кана, которую мы принесли Николаю. Ну, здесь, Николай, у тебя были же сработки, да? Здесь, да. Здесь были сработки. Может быть, это даже вот этот окунь был. Ну, сейчас ему не повезло. Мерный окунь. Такой вот. Грамм, наверное, на 200-250. Может быть, даже 300. Он такой жирный. Вот. Ну, пойман. Окунь пойман. Щука тоже поймана. Ну, вот и закончилась наша рыбалка на реке Аят в Казахстане. Вот. Я пригласил всех участвующих в рыбалке к нашей рыбе, которая здесь у нас выложена. Ну, вот мы видим, что щук, в принципе, у нас не так и много. Очень много было холостых сработок. И я по этому поводу обращусь вот к Николаю, щукарю. То есть, Николай, почему сегодня такой вот результат по щуке? Перемена погоды. Вчера был снег, сегодня тепло, ясно. Плохо берет. То есть, неустоявшаяся погода. То есть, завтра, возможно, будет лучше брать. Потому что дня два постояло, оно было бы эффективнее. Ну, со щукой, так скажем, нам сегодня немножко не повезло. Хотя, в принципе, мы побегали. У нас примерно 10-15 сработок было. То есть, щука так неуверенно, как-то так прижимала с живца и выплевывала. Но зато, ребята, у нас в палатке отличились сегодня просто от души. Они у нас сегодня... Семь дуплетов. Семь дуплетов. Прикормка сенса сработает. Да, вот прикормка это хорошо. Вот прикормили и поперло. У нас здесь мы видим такого мерного, хорошего чебака, плотвы. Целый пакет практически. Ну, я думаю, что рыбалка удалась, солнце светило, ветра не было. Все было замечательно. Как мне нравится ездить в Казахстан в гости. Ловить рыбу, это просто здорово. А мне только остается сказать телезрителям, ходите чаще на рыбалку, ловите рыбу. Ну что ж, ребята, попрощаемся. До свидания. Приедете к нам в Казахстан почаще. Приезжайте.